По многочисленным просьбам телезрителей и родственников снимаю очень короткий репортаж о том, как выглядит Оттава осенью. Сегодня 7 ноября, первая часть съемки была на моем бакьярде, а сейчас я еду по делам и по ходу могу вам показать то, как это все выглядит. Сейчас чудесная погода стоит, ясно, солнечно, температура где-то, наверное, между 15 и 20 градусами, но, во всяком случае, на градуснике так ощущается очень праздничное настроение. И вот так вот радостно, оптимистично, красиво, ярко выглядят улицы Оттавы. Конечно же, не все, надо быть объективным, но большинство пейзажей окружают именно вот такие. Это мне доставляет огромное удовольствие путешествовать и даже просто ехать на работу, потому что есть возможность любоваться такими яркими осенними красками, красивым ландшафтом, архитектурой. И это доставляет огромное удовольствие. Особенно, когда едешь еще по небольшим, ну, если не дворикам, то райончикам жилым. Там тоже люди предлагают много усилий для того, чтобы создать вокруг своих домов красивый ландшафт. И это все, конечно, украшает город в целом. Очень много парков, скверов, зон зеленых, пешеходных. Вокруг, через всю Оттаву проходит велосипедная дорожка, пешеходно-велосипедная, которая очень активно используется для перемещений по городу велосипедистов, бегунов. Сейчас просто для прогулок очень-очень все продумано для людей. Ну, пока прерываю, продолжу немножко позже. Ну и вот я продолжаю свой репортаж. Мы едем по одной из улиц Оттавы. И сейчас вот вы видите, что все деревья все еще в своем нарядном убранстве. Листья еще долго будут оставаться. Я думаю, до начала декабря или даже до конца года снега не будет. Погода благоволит. В прошлом году именно на 31 декабря выпал первый снег. Не знаю, как будет в этом году, но пока прогноз на месяц говорит, что до конца ноября будет плюсовая температура. Поэтому будет возможность насладиться всеми красотами осени сполна. Некоторые районы квартал, районы Оттавы достаточно удалены друг от друга. Их соединяет вот такие вот прогоны магистральные, скоростной режим, на которых 80 километров. С учетом допуска порядка 90 можно ехать. И это позволяет достаточно быстро перемещаться из одного конца города в другой без каких-либо задержек. Если, конечно, нету пробок. Хотя это происходит не так часто. И вот, как я уже говорил, очень много лесных массивов, которые окружают город, которые находятся внутри города, давая людям свежий воздух, эстетическое наслаждение, ну и много еще чего. И вот сейчас мы въезжаем в жилой квартальчик. Стандартный. Стандартное слово здесь, наверное, не подходит. Типовой. Потому что стандартов тут как таковых нет. Огромное разнообразие моделей домов, конструктивных. По экстерьеру очень сильная разница. И вот сейчас вы увидите, как живут простые канадцы.